всем привет сегодня речь пойдет у нас про достаточно редкий бренд который попал не в руки его можно назвать даже вполне себе артизанальным в общем речь пойдет про форманле такие изящные в турецком стимпанковом виде флакончики что я прочитал в принципе про этот бренд что такое форт манле его создатель и одновременно парфюмер самоучка это некий товарищ россей форт манле это художник который делал вот это вот оформление обрамление эту прикольную крышку и как говорят они в своих материалах в общем-то руководствуются они таким средневековым стилем средневековый стиль в ароматах средневековый стиль в оформлении такие знаете ли старые-старые бочонки еще я прочитал опять-таки из их же материал что не используют натуральные материалы как артизанальщики как бортников как русский адам ориджелидор в том числе вот в этот обзор не попадет но я попробую аромат с таким сложным названием как баджнакопф если окажется правильно называю там используем настоящее масло уда от компании nsr уд причем достаточно редкая как они опять же пишут я его занюхал и действительно он очень сильно похож на предыдущие работы того же бортникова который я пробовал тоже вот какао шоколадность шоколадная пудра какой-то какао порошок натуральный чуть-чуть навозный но вместе с тем маслянистый и приятный уд но конечно все вот эти вот артизанальные изыски на тему настоящего уда объединяет то что они построен на одном и том же масле уда и вот вот с этим вот какао достаточно популярная тема у артизанальщиков как я понял и из-за этого все ароматы получаются плюс-минус между собой похожими поэтому братья его не стал поскольку такого добра уже навалом это не интересно для меня лично но кто любит вот такую тему рекомендую его затестить потому что пахнет он хорошо вот в отличие от работы бортникова есть определенной одежды что и держаться он будет тоже достаточно долго я же сегодня покажу пару ароматов которые мне понравились как раз таки тем что вроде как они тоже артизанальная но вместе с тем не про утки не про вот это какао что-то новенькое и при этом сделаны на хорошем уровне в общем речь пройдет про white harvest и про фатих султан махмед турецкий такой император начальник первое что вот про них оба можно сказать про технические характеристики они здесь неплохие на старте эти ароматы довольно таки бронебойная причем оба держится в их harvest очень долго практически несмываемый султан мухмед держится поменьше но опять таки все довольно таки неплохо давайте посмотрим кстати раз уж зашла речь про технику давайте скажу пару слов и про оформление заодно да куча в общем то на самом деле вот хорошего качества стекло вообще про это редко кто вам я вообще редко про стекла упоминаю но вот здесь он действительно хорошая именно такое толстая пузатенькая и как будто бы она такой вот прям более массивная нежели стекла каких-нибудь в каком-нибудь том же карте хорошо это или плохо кстати я так понял сейчас вот и неожиданно что но на самом деле похож на старое советское кинескопное стекло стекло свинцовая но не совсем такое уж прозрачная тяжеленькая увесистая крышка металлическая лакированная качество неплохое но в принципе сейчас даже арабы делают такие вещи не хуже словно вата фумаса или даже вот это вот маслица в принципе по качеству не сильно хуже почему я на этом остановился ну потому что очень-то ценник у этих форм анле такой же скажем так типичный для артизанальной парфюмерии то есть очень и очень высокий при том что объем здесь 50 миллилитров а по большому счету можно сказать что это вот такое навык бортникова причем принципе во всем и в цене и в объеме и найти их также тяжело вообще говоря я их впервые увидел на выставке вас кто-то их привез в общем-то кто-то их привез и так они там и почили в базы в итоге найти их сейчас тяжеловато у меня в продаже некоторые ароматы еще остались но их остатки тают с каждым днем так что имейте ввиду вот начну наверно с любимчика с лейт харвист он мне понравился больше всего потому что я люблю такую табачную тему и вот этот форм анле это вполне себе такой здоровский табачный парфюм почему мне понравился первое чем у нас встретит на старте это нутро прокуренной табачной трубки вот кто курит трубку когда ее покуришь раз другой третий пятый остается нагар остается копоть вот это вот никотиновая смола и вот прям вот накрывает внутренностью этой трубки совершенно не парфюмерный вот прям как есть и на всем этом есть немножечко такой подожженной терпкой вяленой вишни и по большому счету хотелось бы сказать что на этом и все и на этом действительно все но кто собирает табачный аромат этот в принципе знает насколько вот уже обрыдываю вот эти вот табака ванили листочки вот это вот всякая ванильная шелуха и хочется вот нормальный такой табачины у меня с такой нормальной табачины только один парфюм был до этого это рассосе табака блэйс сейчас еще добавился один бортников но он такой более спокойный а вот это вот прям ядреный зверь который пахнет нутром табачной трубки и наверное это единственный такой парфюм который мне попадался из табачных который именно пахнет нутром табачной трубки подожженным прокуренным смоленистым никотинистым в общем то что нужно он кстати откровенно говоря поддушивает это надо иметь ввиду он настолько же мощно еще как действительно мощно мощный аромат табачной трубки опять же у кого он был то знает как она воняет вот принципе она воняет точно также учитывая артизанальные так сказать корни принципе вполне можно себе предположить что вот этот запах и есть результат какого-нибудь настойки бэушной табачной трубки я кстати все время уже делаю такие эксперименты замачиваю подожженную сигару в пропиленгриколе делал свою такую вытяжку нефильтрованную и в принципе общего много но конечно носибельность она под вопросом его нужно носить прям в микро микро дозах я нанес полный пшик на боттер и этого уже прям достаточно много этого чересчур можно смело класть сильно поменьше на летом я не знаю это надо быть очень смелым товарищем чтобы носить его летом а вот осенью зимой я думаю будет вот прямый самый сок его времени но опять таки вот кому этот парфюм подойдет если не брать нишевиков которые коллекционируют именно табачки вот так вот в целом и в жизни кому бы он подошел но бы наверное подошел узнаете ли такому пожилому седому старику худощавому в хорошем твидовом пальто в шарфе весь такой англичанин при этом с очень выразительным лицом вот на нем бы этот аромат бы прям смотрю все супер органично прям вот кстати вот кто любит стиль так называемый херритейдж лондонская классика клетчатые точнее вот эти вот кепочки клетчатая одежда твид шерсть настоятельно рекомендую рассмотреть вот этот форма для поскольку он вот к этому стилю прям подходит прям точь в точь опять же наверное такой психологический эффект от трубки поскольку в наше время трубку курят только какие-то избранные энтузиасты а вот это вот прям пахнет широком холмсом причем не в советской интерпретации а вот в самый что ни на есть из книги артура конан дойля в общем-то поэтому что я могу по нему сказать ну как мне кажется ценник на него вполне себе оправдан да стоит много но аналогов нет сделан хорошо эмоции вызывает пахнет здорово есть что разнюхать в общем скажем так ничем не хуже в чем-то даже и лучше других своих одноклассников в этом же жанре и за ту же самую стоимость поэтому тут как бы обсуждать особо смысла нет второй аромат это султан махмед в принципе то же самое только жидкость светлая где-то я кстати видел что были у них флаконы с металлическими нашлепками но чё-то этих флаконов уже нет вот эти нашлепки если что они точно бумажная что-то не начали экономить что не может не радовать хотя принципе так сойдет султан махмед тоже в общем то я его разнюхивал я вообще купил грубо говоря отдельно от вот этой табачки ну если табачку я как только я занюхал я купил сразу же потому что она мне довольно сильно зашла то вот этот махмед был в общем-то итогом такого целенаправленного разнюха с хитами от энди тауэра и признаться честно битву за бюджет энди тауэр с треском проиграл потому что энди тауэр те аромат что я попробовал у меня есть уже его вот самый такой известный аромат воздух пустыни и у тебя два аромата что я попробовал даже название их не забыл они мне показались довольно сильно похожими по тематике по направлению а вот форман ли этот чем не зашел но опять таки я даже здесь не стал вспоминать что-то артизанальщины натуральные компоненты и так далее и тому подобное я вот кстати к натуральным компонентам отношусь ну скажем так хорошо если они есть но зацикливаться на них мне кажется дело бессмысленным потому что современные творения химии они существенно расширяют ароматический кругозор у того же бортникова или оридж лидор если вы возьмете вот все их ароматы на мускусно-удовой основе на мускусно-сандалово-удовой базе таких у них подавляющее большинство то очень-то довольно быстро приходит осознание что на самом деле они между собой очень сильно похожи да если ты их вкуриваешь сидишь разнюхиваешь спокойной тихой обстановке не с забитым носом это понимаешь какие там разные обертана разница но если ты вот идешь там утром на работу в попыхах напшикался ты в принципе даже можешь не отличить что именно на себя нанес скажем так особенно если ты перед этим еще что-то понюхал поскольку база мощная база такая масляно-монолитная и она плюс-минус одинаковая ну попросту потому что если говорить вот применительно там простой жизни ну скажем так вот кто ищупал листья крапивы растирал их чем пахнет крапива все знают если вы собираете натуральную крапиву то как бы где бы вы не собирали в принципе запах будет один и тот же но да там может быть конечно различаться запах листьев крапивы от теруара от того насколько солнечное место ее произрастания но в общем и целом все равно знаете что это крапива и она в общем-то пахнет одинаково то же самое вот с артизанальщиками одни и те же компоненты в разных пропорциях в итоге дают плюс-минус одно и то же потому что какой-нибудь волоский ут это всегда волоский ут если он настоящий а в случае с химиками все гораздо интереснее химики могут придумать ароматические вещества которых и в природе нет могут придумать такое сочетание ароматических веществ которые даст какому неожиданное прочтение натуральному материалу поэтому я в общем-то не приверженец не топлю за то что вот нужно прям брать артизанальную парфюмерию и чисто ее носить вовсе нет но вот султан мухаммед кстати не имеет никакого сандала он не имеет никакого уда что в принципе почему в принципе его и купил вместо вот брыжнокопфа про который говорил в начале брыжнокофт из этих вот сандалово-удовых материалов пахнет ну очень сильно похоже на то что у меня уже есть и как бы дублить за такие бабки особого желания нет поэтому прошу понять возвращаясь к мухаммеду чем он пахнет да по большому счету пахнет он яблочным сидором шипучим таким колким потом он вырождается до состояния такого сухого сухого прямо просушенного дерева что-то по типу березы политый яблочком и это с одной стороны яблочный сидор а с другой стороны он на очень крайне сухой подложке и это довольно необычное ощущение порекомендую ли я его кому-либо покупать вот кто любит алкогольные ароматы можно посоветовать хотя за эти деньги есть ароматы и более алкогольные кто любит деревяшки такие вот гурманские но не так чтобы это было съедобным опять-таки таких ароматов много но вот конкретно этот опять-таки мне попался впервые потому что яблочный сидор и так чтобы яблоко звучал не химозно хорошо я пробовал только в одном парфюме до него это фредерик молли промис из нашей пивной кстати и тут я в свое время хотел этот промис офлаконить но вот теперь когда я занюхал форма ли я понял что промис для меня немножко отошел на второй план поскольку промис слишком груб жесток и напорист или даже я вот настолько напорист что даже вот как-то не было желание он разнашивать на руке там по вечерам и носить куда-то в публичное место а вот этот товарищ он пахнет таким более добрым яблочным сидором я бы сказал более таким домашним бабушкиным таким опять-таки лондонским средневековым но конечно в отличие от white harvest он менее менее скажем так стойкий ну хватает его реально часов на 45 потом он блекнет и оставляет такой вот с древесной послевкусие стоит ли это его цены здесь каждый ответит для себя сам в плане вот яблочного сидра если брать направлении обычного сидра промис фредерика маля стоит ну если не столь столько же а может быть даже и дороже так если рассматривать алкогольную тематику древесную тематику конечно парфюмов ну просто дофига но вот если вы любите яблочный сидр вдруг неожиданно или если у вас большая коллекция денег некуда девать и у вас еще нет аромата яблочного сидра это вполне себе можно ну и возвращаясь к предыдущей рекомендации если вы такой весь из себя херритейдж лондонский денди особенно если вы не такой молодой там как я то вот это вот тоже вполне может быть вашей визитной карточкой я хоть и сказал что он в духе промиса но их между собой не спутать ни в каких обстоятельствах потому что промис очень жестокий злой напористый этот же более приятный мелодичный я бы даже сказал что-то в духе такого мужского авентуса именно в духе но авентуса здесь если что нет вообще вот для таких вот лондонских товарищей это может быть визитной карточкой для всех остальных наверное только в том случае если вы коллекционер если вы не коллекционер и стиль вам не особо важен то наверное и за эти деньги парфюм вам тоже наверное что не особый нужен такой вот вывод но вместе с тем я обновкам рад они займут место на полке эксклюзивных парфюмов которые там у меня в небесах будут там стоять и дожидаться в общем-то осени пока их носить на постоянку рановато вот осенью думаю будет примут самый выход кто-то запросит а почему их купил не осенью но скорее всего осенью просто их уже не будет вот прям очень маленькой партию завозили и купить их по большому счету особо-то и негде white harvest я вот например забрал по моему последний флакон и больше в москве их нет как-то так друзья на этом вам всего хорошего и до новых встреч